Радио Свобода 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 Художников, артистов. А в этой среде, в общем, с Западом ощущается связь весьма такая, ну, прочная, скажем. Люди много знают, читают, переводят. Ведь очень много книг, например, есть, которые переведены, но не изданы. Очень много ходило в переводе неизданных вещей Кавки. Их что, сравнительно легко получить? Ну, это, поскольку это так называемые самые сдаты, это списки, поэтому получить это не так легко. Но в конце концов, если вы хотите, ведь даже живя в такой интеллектуальной столичной среде, вы можете, например, с одной стороны, сами по себе активно интересоваться западной культурой и искать с ней какого-то сближения. А можете сторониться. Всё зависит ещё и от вашей личной позиции. Но те, кто хотят что-то найти, узнать, приобрести какие-то дополнительные знания, они это могут сделать. Это, конечно, не так легко, но можно. Ну, в общем, вы хотите сказать, что по мере удаления от центра, вот эта возможность ознакомления с западной культурой, она уменьшается. И в провинциальных библиотеках, например, по-видимому, не хватает вот таких материалов? Ну, конечно. Конечно, хотя иногда бывают странные вещи. Например, в очень отдалённом месте, это город Енисейск, возле Полярного круга, вот в этой библиотеке я вдруг нашёл сочинение Екатерины. А она ведь сочиняла, грешила этим делом. Эти книги мне не попадались нигде. А я вот наткнулся на это. А, например, есть такой посёлок, Туруханск. Далеко. Это очень далеко. Это, кстати, там, где был Сталин когда-то. Бывал в тех местах. Так вот, там я за бутылку спирта выменил прелестную книгу, редчайшую, между прочим, это сочинение Бестужева-Рюмина «История российского государства», изданное в своё время всего в пятистах экземплярах. Вы понимаете, там можно иногда наткнуться на редкие вещи, потому что Сибирь – это странное такое место, это место, где ломались судьбы людей, куда неожиданно попадали самые разные люди, понимаете? Где вот в отдалении, скажем, в каком-то глухом месте могли накапливаться какие-то интересные сочинения, книги. Ну вот, но это всё, понимаете, случай исключительный. А в принципе, конечно, огромные масштабы страны и специфика самого, самой жизни такова, что чем дальше от центра, тем… Ну да. Вы ещё, кажется, хотели что-то спросить, Георгий Владимирович. Да, я хотел спросить ещё одну вещь. Вот как поэт и писатель, считаете ли вы, что пребывание вне Родины может отрицательно отразиться на литературной работе? Или наоборот, даёт возможность как-то глубже и правильнее понять то, что составляет предмет творческой деятельности, в силу какого-то отдаления от этого? Ну, ясно. Ну вот, понимаете, я должен вам сказать, что вот это опять я здесь возвращаюсь к предыдущему вопросу. Ну, это вопросу, связанному с моими впечатлениями от Запада. Так вот, если бы можно было не утрачивать Родины вообще, а жить где угодно, ну, так сказать, чувствовать себя с этой Родиной связанным, то тогда это никоим образом не мешало бы творчеству. Любопытное обстоятельство, я замечаю. Именно русские иммигранты, уехавшие из России, где-то ослабевали. Ослабевали творчески в отдалении от своей страны, именно потому, что они были от неё отрезаны. Любые другие, ну, скажем, ну, можно сейчас перечислить очень много имён, это ни к чему, мы все знаем. Очень много писателей в мире уезжали из своей страны в другую, и это им помогало. Я не знаю, согласится ли Георгий Валентин с этим, я не знаю насчёт. Видите, что тут у нас действительно очень много примеров. Возьмите, например, скажем, хотя бы русскую литературу. Тургенев около 30 лет прожил во Франции и мог вернуться в Россию в любую минуту, правда. Вот, это Гоголь, который из 20 лет своей литературной деятельности 18 лет провёл за границей и мёртвые души писал в Риме. Но я с вами не согласен в том, вы говорите, что вот творчество иммигрантских писателей как-то от того, что они были за границей, слабело. Это неверно, потому что были писатели старшего поколения, вот, скажем, такие, как и Ремезов, Шмелёв, Бунин. Они продолжали совершенно так же писать, как если бы они жили в Москве. Правда, они были настолько связаны с Россией, что и темы их были российские, и сюжеты были российские, и идеи были российские. И в этом смысле пребывание за границей на них совершенно не отразилось. Ну, тут я тоже согласен. Об этом, между прочим, очень интересно и любопытно пишет Ходосевич. Я не помню уже сейчас название этих его статей о демигрантской литературе, но именно с ними я согласен. Где он как раз пишет об этом, о том, что, вы понимаете, в конце концов, когда вы утрачиваете что-то по-настоящему, ведь это не окрыляет вас. Это только вызывает мучение, чувство неполноценности. Это чувство потом с течением времени как-то такое затягивается плёночкой. Но, тем не менее, никогда утраты не поднимали человека и, так сказать, не окрыляли его, не наполняли его силами. Утраты никогда. Вы понимаете, в чём дело? Поэтому, другое дело, когда, скажем, просто большой мастер с огромным запасом готовых уже, в общем, ещё не выплеснувшихся, но уже в сущности готовых где-то вещей, переезжает в другое место и делает то, что у него уже отстоялось. Это верно, так тоже бывает. Ну и потом, вообще, это не абсолютно то, о чём я говорю. В конце концов, есть и другие примеры. Но, в принципе, если взять литературу западную, то писатели Запада очень часто меняли места, уезжали из одной точки земного шара в другую, расставались с Родиной, и это ему не мешало. Ну а вам, а вам лично, вам это, вы думаете, вам будет мешать? Я думаю, что это мне будет, конечно, мешать, но надеюсь, что я... Вы, наверное, же продолжаете вашу литературную деятельность? Да, вот, правда, в журнале «Октябрь» и «Дашкин» написал о том, что я... Моя мечта была бросить литературу и стать бизнесменом, хозяином «Бестро». Это когда это было написано? Это когда? Ну, это было не так давно. Может быть, месяц тому назад. А когда-то сказать было после того, как вы... После того, как я уехал, и уже стало очевидно, что я не вернусь. И тогда он написал, что Демин – это бывший писатель, а ныне это человек, который крутит ручку кассового аппарата, если еще не кланяется клиентам, то потому что он, так сказать, еще не приобрел настоящие выучки, денег. И... Может быть, я воспользуюсь вот этим случаем, что вы выступаете у микрофона, может быть, вы хотите передать ему, я бы сказать, сказать что-нибудь в ответ на то, что он написал? Ну, нет. Ну, что же я буду с ним спорить? Нет, я ему могу передать привет. Это все. Но я, во всяком случае, свою творческую работу, по-моему, только начинаю. Ведь я недавно стал прозаиком, всего несколько лет, я сделал всего одну книжку прозы. Причем я никогда не был писателем, входящим в разряд таких крайне левых. Я никогда не попадал в скандалы. Меня, между прочим, хвалила партийная критика, так же, как и любая другая. И тем не менее, мне обещаться было очень трудно. И почему? По непонятным причинам. Каждая моя повесть лежала по меньшей мере два года, пока она издавалась. Потому что, очевидно, здесь имела значение моя биография, мое просто отношение к вещам, ну, вероятно, линия поведения, очевидно. А что, ваша линия поведения не была полностью благовидна или как? Ну, нет, но, во всяком случае, я жил довольно независимо. Понимаете? Не нужно даже быть, так сказать, особенно левым. Не нужно подрывать устои для того, чтобы почувствовать на себе некое давление и, так сказать, какие-то такие, ну, сложности. Для этого не нужно быть. Для этого достаточно, скажем, быть себе на уме и писать, по возможности, честно, даже не подрывая устои. У вас цензуры никаких особых затруднений не было? Но были сомнения у цензуры, которые каждую мою вещь в результате, так сказать, откладывали там, из-за которых каждая моя вещь лежала очень долго, из-за которой мне всегда было как-то сложно печататься. Я не обвиняю в этом смысле никого, а, наверное, только себя. Вот. Но здесь я намерен написать много. У меня задумано три романа. И первый мой роман, который я могу только здесь написать, который я бы никогда не сделал там. А если бы сделал, то он не получился бы таким, как я хочу. Это роман биографический о моей жизни. Я хотел сказать еще одну вещь. Вот я упомянул, вот, когда мы только что с вами говорили, об, о том, что, об отдалении, которое необходимо для того, чтобы писать так, как действительно нужно. И я думаю, что в этом смысле, конечно, никакие возможности не могут сравниться с теми, которые вам даны сейчас. Потому что вы чувствуете себя совершенно свободным. И кроме того, то, что вы видели, и то, что будет предметом вашей книги, скажем, теперь на известном отдалении это возникает более ясно, чем это было бы, если бы вы находились там же. Вы понимаете, эти вещи отдалены, вы видите их со стороны, и это, по-моему, одна из очень ценных возможностей, которых не было бы, если бы вы продолжали оставаться там. Пожалуй, с этим можно согласиться, хотя, в общем, очевидно, не это самое важное. Понимаете, в конце концов, если говорить о таком отдалении, то это отдаление ведь может быть и другого рода. Скажем, отдаление во времени. Иногда большое видится на расстоянии, поэтому, скажем, для того, чтобы только с этих позиций решить творческую задачу, не обязательно, скажем, уезжать, покидать там Россию, порывать с ней, уезжать куда-то. Это можно, скажем, сделать и по-другому. Вот я выносил план книги, я решил ее написать, она у меня накопилась, отстоялась в душе, но потом я даю время ей, и через какой-то просто срок, понимаете, вот пишу, не географически, так сказать, не меняя свое положение. Вот можно и так. Но, а с другой стороны, вы правы, потому что в связи со всеми другими обстоятельствами, это тоже может сыграть свое... Да, тем более, что вот это чисто географическое удаление, оно имеет, известно, психологическое значение тоже. Это не только вопрос расстояния, вопрос времени, но это вопрос какой-то перемены, которая позволяет вам видеть те вещи, о которых идет речь, более отчетливо на этом отдалении, чем это было бы, если бы вы продолжали оставаться там, где вы были. Но я хотел спросить еще одну вещь. Каковы ваши творческие, как говорится? Это, между прочим, слово, которое, которым всегда злоупотребляют в Советском Союзе, в Советской печати творческое, творческое. Мне оно кажется всегда слишком торжественным. Но, в общем, каковы ваши литературные планы на ближайшее будущее, или вообще на будущее? Так вот этот роман, который вы говорите... Да, но не только это. Сейчас я закончил повесть, называется она «Неудачник». Это маленькая повесть. Я вообще как-то начал специализироваться на маленьких повестях. И вот тут любопытно, что, оказывается, на Западе нет слова «повесть». Есть только рассказ или роман. И меня сейчас это немного огорчает, потому что пока я напишу именно роман, пройдет время, а у меня вот сейчас написана эта повесть, которую я думаю предложить в новый журнал. Эта повесть называется «Неудачник». Это действительно судьба неудачника, судьба человека, которому не везет, который, приехав случайно к своему другу отдохнуть, вдруг на следующий день попадает в армию, потому что этой ночью началась война. Ну, а действительно не повезло нам. Это человек, который привез с собой много денег, но поскольку он был пьян, он даже не помнит, где он эти деньги оставил. Ему опять обидно. Это сплошные потери. После того, как он попал в армию, он попадает в плен. Он бежит из плена, попадает к партизанам. И хорошо там у них действует, ведь он сапер, он геолог. Его потом... Он попадает уже в регулярные части. И вот там его представляют к награде. И именно тогда, когда его представляют к награде, его вызывает особый отдел. Ему предъявляют, так сказать, ну, то же обвинение, которое предъявляли всем, кто побывал в плену. Причем особый отдел наткнулся на него. Именно тогда, когда оформлялись документы на награду. Если бы мы не давали этого ордена, может быть, ничего бы не произошло. И он попадает уже в лагерь. И вот человека так судьба крутит и ведет через многие бедствия. А он не знает, что где-то его всю жизнь ждет женщина. Он не знает. Он считает себя неудачником. В результате удачи у него вот есть в этом. Словом, это, так сказать, вот такая вещь. О ней я говорить много не буду. Сейчас еще одна маленькая повесть у меня начата. Вот. Потом роман этот. А кроме того, еще один роман, который называется... Ну, я не буду его называть. Вы не рассказываете еще. Расскажите, о чем? О чем так? Мне вопроса дать некоторое представление. Это уже такой специфический роман. Это такой детектив, психологический детектив. Это о распаде преступного мира, о жизни железнодорожных гангстеров. Но это происходит в Советском Союзе? Это происходит в Советском Союзе. Вы так говорите о распаде уголовного мира, как будто вы жалеете о том, что он распадается. Но я думаю, что это не так все-таки. Вы знаете, но распадаясь, он не исчезает. Вот так. Он отнюдь не исчезает. Он видоизменяется. И все это очень интересно. Об этом я хочу написать. Если это понравится на Западе, я опубликую. Это очень интересная тема. Я напишу это для самого себя. Это очень интересная тема, конечно. Кроме того, еще одна книга. У меня, в общем-то, много намечено. И сейчас я уже начал это все как-то делать. Дай мне Бог довести это все до конца. Я хотел бы спросить несколько другое. Вы это сказать сейчас не в почете у советских властей, надо полагать. Потому что вы же не получили разрешение на выезд. Или вы получили... Разрешение на пребывание за границей. На пребывание за границей. Вы его не получили. Ну, нет, конечно. А вы не могли бы его получить, если вы его попросили? Я думаю, что нет. Я не знаю. Во всяком случае... Они же все-таки же... Они не дают долгосрочек. Кое-кому-то дают же. Не думаю. Ну, дают на 2-3 месяца, потому что не в этом роде. Нет, ну, во всяком случае, вряд ли мне дадут. Было бы хорошо получить почетное изгнание. Почетное изгнание, да. Но я, очевидно, его никогда не получу. Хотя, в общем-то, понимаете, я считаю, что есть только 3 вещи, ради которых стоит жить человеку. Это свобода, любовь и возможность видеть мир. И в сущности, я хочу увидеть мир. И если мне разрешат, я буду благодарен. Если нет, я все равно его теперь увижу. Во всех этих трех вещах нет совершенно никакого противоречия с советской конституцией, казалось бы. Ну, да. Ну, конечно, знаете, это не советское, будем объяснять. Но вот здесь на Западе, ведь и подумать, ведь человек никак не может как-то понять, что кто-то не имеет права поехать и жить там, где ему хочется. Вот об этом-то я и говорил, когда вот я приехал впервые во Францию. И меня и поразило это дыхание свободы, возможность передвижений, понимаете, без ущербности, без чувства того, что ты что-то предал. Что я, собственно, предал? Может быть... Да что я, собственно, предал? Во всяком случае, не Россию и не литературу. Конечно, у вас будет случай... Вредал только и Дашкин, с его точки зрения. Ага, таки вспомнили о нем. Да. Конечно, у вас еще не было возможности ознакомиться подробно с условиями жизни на Западе. Но я чувствую, что, конечно, вы не будете одним из тех, которые, приехав на Запад, начинают говорить, как все тут замечательно и хорошо, тут разе мной. А там, мол, так и так, то-то и то-то. И делают всякие сравнения. Потому что я думаю, что вы уже теперь заметили, что и на Западе очень много есть неблаговидного, и нежелательного, и нехорошего, и дурного, и скверного, и преступного, и все, что хотите. Да, Господи, конечно. В общем-то, те, кто на Востоке, обольщаются немного Западом, так же, как те, кто на Западе. Я думаю, иногда обольщаются Востоком. Это, вот, например, я вспоминаю в связи с недавними событиями во Франции, когда студенты ломали мостовые, а это, в сущности, ни к чему не привело. Вообще, люди склонны обольщаться. Это все верно. Я как раз не склонен в данном случае. Позицию такую, вы знаете, ругательную, позицию грубую. Я не хочу называть этих людей, я не одобряю. Я считаю, что вообще ругань никогда не приводит к добру. Нет. Моя задача именно свободно жить, повидать этот мир, написать по возможностях, чем больше, тем лучше, конечно, хороших вещей. Вот, что я хочу. Не оплевывая свою родину. Ну, конечно, нет. Ну, нам остается пожелать вам успеха и поблагодарить вас за участие в нашей беседе. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для тех слушателей, которые не слышали первой части этой передачи, повторю вкратце самое важное. Служба в канун праздника Рождества называется всеночным бдением или просто всеночной. Состоит она из двух частей Великого Повечерия, праздничного варианта постной службы и утренней. Праздничный вариант постной службы напоминает о том, что в канун Рождества строгий пост. До звезды не полагается вкушать пищу вообще, а затем только постная, даже без рыбы. Сам праздник Рождества Христова на следующий день. Канун же называется Сочельником. Самое типичное для Великого Повечерия песнопение, исполняемое хором Скандонархом, стихи из пророчества Исаина «С нами Бог». В пророчестве говорится о рождении на земле божественного младенца, имя которому Эммануил, то есть «С нами Бог». С нами Бог, разумите языцы, покоряйтеся, яко с нами Бог. Услышите до последних земли, яко с нами Бог. С нами Бог. Погуще и покоряйтеся, яко с нами Бог. А в чьем убаки возможете и убаки побеждений будете, яко с нами Бог. И ежащий совет свящевайте, раздурит Господь, и слома ежащего на воле тени пребудет в вас, я-то с вами вов. Трава же вашего не убоимся, не распутимся, Господа же Бога нашего твой святим. После этого преснопения следует чтение псалмов и молитв, прерываемое дважды пением рождественского тропаря и кондака. Только после чтения следующего за пением кондака, повечерие принимает праздничный характер. Поются торжественные стихиры на литии и стиховне, и заканчивается повечерие трижды поемым тропарем праздника «Рождество Твое, Христе Боже наш». Рождество Твое, Христе Боже наш, во сиянии родных взгляд разума, Днем под звездом служащий, звездою ваша полустя. Тебе хранятисам, славцу правды, и тебе верятисы, славы, восставь, Господи слава тебе. Вторая часть всеночного бдения «Утрення» служба, более важная по значению, длиннее повечерия. Она включает чтение Евангелия, важнейшие книги христианского вероучения, а также величание праздника, величание Божьей Матери и великое словословие, представляющее собой величание Бога. Если сравнить повечерие и утренню с точки зрения музыкального построения и содержания отдельных песнопений или чтений, то повечерие можно охарактеризовать как подготовительное богослужение к последующей праздничной утренне. Первая часть повечерия почти исключительно чтение, причем постного, покаянного характера. Вторая – песнопения праздничные, но повествовательные, довольно сдержанные. Конец повечерия, троекратное пение тропаря является кульминационной точкой. Вся эта служба повечерия построена по принципу постепенного нарастания напряжения торжественности. От сугубо постного, строгого, чтомого начала, все чаще прерываемого песнопениями, до троекратного исполнения центрального песнопения тропаря праздника. Утренне же имеет три кульминационные точки, и первая из них – величание праздника и чтение Евангелия почти в самом начале. После чтения Шестопсалмии, шести специально подобранных псалмов, Великой Ктеньи и еще одного чтения зажигаются все паникодила, открываются царские врата, главные центральные врата в иконостасе, и поются стихи из двух хвалительных псалмов – «Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, Аллилуйя!» Песнопение это известное, имеется много разных напевов, и не меньше композиций – Архангельского, Чайковского, Чеснокова, Гречанинова и Рахманинова. Но мне хочется познакомить вас, уважаемые слушатели, с редко исполняемым, но, по-моему, на редкость церковным, стилистически правильным вариантом этого песнопения, который сочетает в себе и радость, и строгость, соблюдая при этом примат слова над музыкой – важнейший критерий церковного пения. По довольно старой традиции, для особой торжественности, эти стихи поются, как говорится, с повышением, то есть без передачи тона, следующий стих начинается тоном выше предыдущего. Итак, «Великая Ктинья» и «Хвалите имя Господне» монастырское. «О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся! Господи, помилуй! О, избавитесь нам от всяких скорбей, гнев и нуфты, Господу помолимся!» Пресвятую, причистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу и пресно Деву Марию со всеми святыми упомянувши, сами себе и друг другу, и весь живот наш Христу Богу предадим! Себя, Господи! Яку подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно Его веки веков! Аминь! Бог Господи, явися нам, благословен гряды Его имя Господне! О, Господи, обидися нам, благословен гряды Его имя Господне! О, Господи, явися нам, благословен гряды Его имя Господне! О, Господи, явися нам, благословен гряды Его имя Господне! О, Господи, явися нам, благословен гряды Его имя Господне! О, Господи, явися нам, благословен гряды Его имя Господне! Звездой луча пусть за Тебе тванетесь о солнце правды И тебе видитесь в высоте гостока Господи, слава тебе! В яслях нас ради бессловесных Положил сейси долготерпеливе Спасе младенство во волею Пастыри житя в успеша Су ангелы зовуще Слава и хвала на земли рожденному И обожившему земнородных существо Христу Богу нашему Хвалите, ребята, Господи Хвалите, ребята, Господа Аллилуйя Хвалите, Господа, яхо, младенство Пойте, именение, горяко, добро Аллилуйя Хвалите, Господа, яхо, младенство Живи, логи, Иерусалиме Аллилуйя Хвалите, Господи, яхо, младенство Аллилуйя, аллилуйя Хвалите, Господи, яхо, младенство Живи, логи, Иерусалиме Хвалите, Господи, яхо, младенство Сразу за этим песнопением следует величание праздника Поются отдельные стихи так называемого избранного псалма Между ними сам текст величания праздника Избранный псалом, так же, как и великое словословие Состоит из отдельных фраз различных псалмов Составленных с учетом богословского смысла и значения данного праздника В следующем музыкальном примере мелодия самого величания Знаменного распева поется в унисон Стихи же многоголосно С применением гармонической последовательности Второй, пятой и снова второй ступеней О, скрепите, Господи, яхо, младенство Поведите все чудеса его Поведите все чудеса его Воспойте, Господи, пойте имени Его. 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 От юности моей я, многие борют мя страсти, но сам мя заступи и спаси, спаси мой. «Ненавидящие Сиона, посрамистися от Господа, яко трава бо огнем будете иссохше». Эти почти страстные ветхозаветные слова поются после малой иктини сразу же за величанием. Соответственно, огненно звучит и мелодия, малый знаменный распев, из обихода синодального хора в Москве. К сожалению, автор этой многоголосной, на мой взгляд, идеальной обработки неизвестен. Особенно выразительную силу придает следующий прием голосоведения. Мелодия и бас начинают в терцию и стремительно расходятся, чтобы в начале следующего стиха снова повторить этот ход. Получается впечатление пламенной молитвы, которая начинается сдержанно, расторгает рамки строгости, снова смиренно укладывается в них. Слушайте «От юности моей я» малого знаменного распева. ПЕСНЯ 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 Чтение Евангелия Чтение Евангелия подготовляется прокименом, тоже стихами из Псалтири, а после Евангелия священник читает длинную молитву, в которой обращается поименно ко всем православным святым о спасении рода христианского. Затем начинается так называемый канон с эрмосами, тропарями и катавасией. Раньше, когда в церкви служили еще на два клироса, то есть пели двумя хорами, пение канона получало торжественнейший характер. Канон состоит из последовательности девяти песен, каждая из которых начинается эрмосом, затем следуют тропари, отделенные друг от друга припевами, и каждая песнь заканчивается катавасией, то есть тоже своего рода поемом тропарем. Канонов обычно два или три. Каждый клирос исполнял по одному эрмосу, затем читали стропари с припевами, а на катавасию после каждой песни оба клироса сходились в середину церкви и пели совместно. Вот первый эрмос рождественского канона «Христос рождается славите» монастырского напела. «Христос рождается славите Христос, с небес прячите Христос, на земли возноситесь, Пойте, Господи, весят земля, И веселье, Господи, люди, Ярко прозвалися» Канон прерывается и к тенями, пением кандака. Девятая песнь «Величание Богородицы» образует второй центральный момент утренний. Песня «Величание Богородицы» «Величай, Душа моя!» «О, Девы Богородицы, на Рожьем Богородицы!» «Величай, Душа моя, чистую Деву, Едиму Богородицу, Прошую, Христос, Волцови и пастырия, Придоша, поклонитесь А Христу, Прошую, Христос, Прошую, Христос, После величания Богородицы идут псалмы и стихиры. После них, третий раз на службе, открываются царские врата, зажигаются паникодила, священник говорит «Слава Тебе, показавшему нам свет!» Поется «Великое словословие, слава Вышних Богу и на земли мир, в человецах благоволение». Эти слова, выражающие, может быть, неисполнимое желание всего человечества, имеют именно на Рождество особое значение. Как и в католической мессе, соответствующей православному великому словословию «Глория», так и песнопение «Слава Вышних Богу» представляет собой один из самых торжественных мест церковной службы. Оно как бы квинтэссенция всех хвалебных и величальных текстов. Очень оригинально поэтому сочетание такого рода текстов с почти заунывной мелодией-речитативом, построенным всего лишь на двух ступенях гармонии. Я лично предпочитаю древнюю мелодию времен Ивана Грозного, певшуюся в Новгороде Великом. Отрывок этой мелодии опубликован в вызданной несколько лет тому назад в СССР книге Успенского «Древнерусское певческое искусство». Мелодию использовал, между прочим, Чайковский в своей всеночной. Что же касается укоренившейся сейчас манеры пения великого словословия, то бесспорно и она не лишена молитвенности и строгости. Итак, великое словословие обиходного напева. «Слава Тебе, показавшему нам свет! Слава Тебе, показавшему нам свет! Господи, Бог, 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 Господи, и я рад и слава Твоя. Господи, Тебе, для небеси, Боже, отчасти для жителю, Субтитры создавал DimaTorzok 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 А гимн Богородицы Киевского распева В обработке Чеснокова Одного из крупнейших композиторов Строжайших стилистов русского церковного пения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это был гимн Богородицы Которым всеночное бдение заканчивается Заканчиваю и я свою программу Которая была посвящена Разбору православного русского богослужения В канун Рождества Говорил Виктор Древин Начинаем нашу очередную передачу Из серии Первые годы советской власти В предыдущей передаче Мы говорили о первых попытках Ленинского правительства Наладить отношения Со свободными рабочими Организациями Запада В сегодняшней передаче Трехлетние итоги Вы услышите свидетельство Прессы того времени О состоянии хозяйства В государстве рабочих и крестьян К началу С 1921 года Каждому сознательному советскому гражданину Стало известно Что такое социалистическое хозяйство Это хозяйство заключалось в едином плане Регулирующем производство и потребление И в постоянном активном участии Пролетариата рабочих и крестьян В управлении производством и распределением Всякий план требует прежде всего Учета материальных ресурсов И учета рабочей силы Интересный пример учета материальных ресурсов Того времени Дает статья Уралова В экономической жизни Она носит характерное заглавие Нужны ли чрезучеты Если раньше существовала Так называемая коммерческая тайна То теперь смело можно сказать Что существует тайна главков и центров Известная только им одним Чтобы не быть голословным Укажу как например На Продросмет Орган распределения металлов Который до сих пор не учел Металлического фонда республики А предпринятые им частичные работы В этом направлении Привели к полному провалу И совершенно не достигли той цели Которая была им поставлена Такое положение заставило Петроградский совдеп Действовать самостоятельно И создать свой учет металла В бывшей столице Была создана Чрезвычайка по учету металла Через учет Через учет Работал интенсивно полгода И к началу 21-го года Обладал штатом почти в 4 тысячи человек Эта армия руководителей Инспекторов и уполномоченных Через учета Составила за полгода 1 миллион 200 тысяч Предметно-учетных карточек Но как обстояло дело С учетом рабочей силы Главного богатства Советской Республики? В газете «Экономическая жизнь» В статье «Восстановление транспорта и статистика» В номере 238 читаем Даже общее число железнодорожников Учитывалось с такой точностью Что мобилизационное управление Давало цифру 900 тысяч В то время как Протпуть Железнодорожный продовольственный орган Насчитывал их ровно вдвое более 1 миллион 800 тысяч Тут же автор статьи Меланхолически прибавляет Мы понимаем Что охотников получать паёк Всегда будет больше Чем желающих мобилизоваться Но едва ли терпима статистика Которая столь зависит От таких субъективных обстоятельств Все эти недочеты И злоупотребления Конечно должны были иметь какую-то причину Эту причину Открыл товарищ Рут Судак На пятой конференции профсоюзов 5 ноября 1920 года Он заявил на пленуме конференции Не прекратятся и все меры надзора Следственных комиссий И разные мобилизации будут бесцельны Пока к делу исправления Всех организационных и технических недочётов Не будет привлечён рабочий класс в целом Так возникло ещё одно детище Социалистического учёта Раб Крин Рабочекрестьянская инспекция Троцкий в статье Путь к единому хозяйственному плану Пишет о задаче Раб Крина Она заключается, по его мнению В борьбе с двумя преступными близнецами С законнейшей волокитой И беззаконнейшим самоуправством Вот авторитетнейшее свидетельство Троцкого Если тщательно изучить работу любого советского учреждения Которому приходится иметь дело С весомыми величинами С материей С вещами Людьми То придётся прийти к выводу Что работа его развертывается На довольно узком пространстве Между преступной волокитой И самоуправством Троцкий, который до сих пор считается Образцом энергичного и умного организатора И тут советует лишь Расширение волокиты Создание новой инспекции Раб Крина Воспитательная задача инспекции Вовлечение трудовых масс В дело проверки работы ведомств и учреждений Остаётся пока ещё совершенно неразрешённой Об этом знаменитом Раб Крине И о результатах его воспитательной работы Пишет некий товарищ Лутовинов В той же экономической жизни Несмотря на то, что у нас сейчас существует Не государственный контроль А рабочий крестьянская инспекция До сих пор эта инспекция Остаётся рабочий крестьянской Только по названию Так как представители рабочих организаций Тонут в общей массе Старых чиновников госконтроля Итак, если не во внешней структуре То в фактической деятельности Советских хозяйственных учреждений Мы видим пока очень мало Следов коммунистического строительства С планомерностью Единым хозяйственным планом Дело обстоит очень плохо А с участием рабочих масс В управлении и контроле Ещё хуже Правда, в номере 262 Так описывает состояние Социалистического хозяйства К концу 2020 года Хозяйственного плана нет Общности и работ Общности и задач нет Междуведомственная война Без всякой передышки Продолжается в полном разгаре Совершенно изумительную картину Духа, царящего в хозяйстве И в так называемых главках Дает рукунов В той же экономической жизни Наши главки Превратились в самые настоящие тресты Ведущие отчаянную борьбу За сырьё и материалы И конкурирующие в оплате Не только технического персонала Но и рабочих При активной поддержке Со стороны производственных союзов При этой системе Лучшим главком считается тот Который имеет хорошо организованный отдел Снабжение с ловкой агентурой И свой транспорт До хорошей связи От ловкости агента Умеющего разыскать предметы снабжения Там, где их не видит тот орган Который ведает ими Зависит успех выполнения Производственной программы Как прежде хороший барыш Фабриканта Обеспечивался ловкостью Дельного приказчика И, конечно, любой главк Знающий, как дорого достаются ему Предметы снабжения Никогда по своей инициативе Не уступит их другому Хотя бы он был обеспечен ими На несколько лет У отделов снабжения Главков Вполне усваивается Старая капиталистическая психология И вырабатывается тип агента Который в поисках предметов снабжения Берет часто даже Ненужное для главка А вось пригодится Рассуждает агент И гонит материалы на складе Своего главка Но, кроме того За социалистическим Бюрократическим фасадом Явно были заметны Частно-капиталистические признаки Советского хозяйства Формально для пережитков капитализма Казалось бы, нет больше места 4 декабря 1920 года Был нанесен капитализму Смертельный удар Был издан декрет Об национализации всех предприятий С числом рабочих свыше пяти Есть, однако, одна область В которой приспособившиеся К советскому строю Элементы старой и новой буржуазии Окопались и существуют легально Это столь широкая В коммунистическом хозяйстве Область казенных подрядов И поставок Известия В ноябре и декабре 1920 года Открыто сообщали Об этом капиталистическом явлении В социалистическом хозяйстве Частное подрядничество До сих пор широко применяется В практике многих наших учреждений Институт частных подрядчиков Получивший в лесозаготовительном деле Довольно основательные положения Приближающиеся к правам гражданства Почти повсюду вытеснил Хозяйственный способ работ Трудно опять-таки лучше Охарактеризовать эти капиталистические Спекулятивные задворки Коммунистической республики Как предоставив слово на сей раз Ревизору Крыленко Представившему в июне 1920 года Доклад в ЦИК В качестве председателя комиссии Для объективного исследования Форм спекуляции и ее причин Цитируем по отчету известий От 19 июня 1920 года Спекулятивный рынок Является в настоящее время Вторым источником снабжения республики Источником оптовой спекуляции И оптовыми потребителями товаров Являются наши советские учреждения Вследствие полного отсутствия Точного учета поступлений И распределения на складах главков Всюду одна и та же картина Продукты стихийно уходят из складов И попадают через посредников спекулянтов В советские же учреждения Худшие отбросы старого буржуазного класса Новая буржуазия Организовала хитрый и сложный аппарат Наступления спекулятивного капитала На советский строй И на этом спекулятивном фронте Ведет довольно победоносную борьбу Максим Горький Которому еще позволяли высказывать Искренне свои мысли Писал в Красной газете 13 июня 1920 года Труд стал постыдно небрежен Как-то злостно-бестолков Никогда еще мы не работали так скверно И так нечестно, как работаем сейчас Мелочей тысячи Десятки тысяч И они создают атмосферу Безобразной расхлябанности Лени Преступной небрежности В отношении к имуществу республики Разумеется, все это очень мелко Особенно мелко для нас Желающих научить весь мир Новому порядку и укладу жизни Но можно ли научиться Сознательному труду От учителей, которые сами не умеют Или не хотят работать И у которых скоро Последние штаны с ног спадут Не думаю, что европейский рабочий Станет смотреть с уважением На голые задницы Своих русских товарищей В своем заключении Горький ошибался Мнение европейского рабочего Старались формировать По указке Ленина и его друзей Знаменитый Марсель Кашен Писал в «Юманите» После краткосрочного пребывания в Москве Самый широкий простор Открыт инициативе И изобретением, который рождает Пролетарский гений По мере того, как освобождение От капитализма и просвещение Дают ему больше досуга Об этом просторе инициативы На самом деле Можно было говорить только в одной области Московская правда Так сообщала об этом в номере 3 сентября 1920 года Матерная брань составляет Теперь около 75% Всех произносимых коммунарами слов И даже дети Только начинающие говорить Первым делом узнают Ругательные слова На этом символическом отражении Успехов трехлетнего пребывания У власти Ленинского совнаркома Закончим наш сегодняшний обзор Наступил 1921 год И он ознаменовался первыми попытками Завязать хотя бы торговые отношения С Европой Об этом в следующей передаче Вы слушали очередную передачу Из серии Первые годы советской власти Следующую передачу Торговать можно и с людоедами Слушайте в понедельник 20 января По первой программе Начиная с 20 часов 40 минут По московскому времени Пятьдесят лет назад В ночь с пятнадцатого на шестнадцатый января Тысяча девятьсот девятнадцатого года В Германии были убиты Два видных деятеля Международного рабочего движения Карл Липкнехт И Роза Люксембург Слушайте беседу О пятидесятилетии Со дня их убийства Нашего обозревателя Федора Вишнякова В ночь с пятнадцатой на шестнадцатый января Тысяча девятьсот девятнадцатого года Пятьдесят лет тому назад В Берлине были убиты Основатели и руководители Коммунистической партии Германии Карл Липкнехт И Роза Люксембург Это явилось поистине Знаменательным историческим событием Во многих отношениях Можно сказать, что это было Одним из поворотных пунктов Мировой истории Двадцатого века Хотя по игре истории Имена Карла Липкнехта и Розы Люксембург Всегда упоминаются Вместе И поэтому создается впечатление Что значение их В истории Международного рабочего движения Одинаково Это является глубоким заблуждением Эр Липкнехт был Весьма порядочным Честным Храбрым Социал-демократом Но это был Во многих отношениях Ограниченный человек Он был в течение многих лет Честным функционером Или, как сейчас называется Аппаратчиком Германской социал-демократической партии А в том, что он достиг Высоких постов Большую роль сыграло то, что он был Сыном Вильгельма Липкнехта Друга и соратника Карла Маркса Впервые Знаменитость приобрел Карл Липкнехт в 1915 году Когда он, будучи депутатом Германского Рейхстага Голосовал против Военных кредитов И выступил против Политики Германии В Первой мировой войне За что был заключен в тюрьму Что же касается самой Розы Люксембург То здесь мы имеем дело С личностью совершенно другого рода Роза Люксембург Была одним из Наиболее выдающихся Вождей Второго интернационала А среди них было много Замечательных людей Роза Люксембург Выбилась В число самых выдающихся Руководителей интернационала Несмотря на то, что она была женщиной Потому что она была автором Целого ряда Теоретических работ Которые по своему уровню По глубине содержания Были равны лучшим работам Созданным теоретиками марксизма Такими как Каутским, Бебелем и так далее Роза Люксембург Была главным образом Теоретиком И наиболее важная ее книга Накопление капитала Во многом явилась Провозвестником Ленинского империализма И является безусловно Значительно более глубокой книгой Чем работа Ленина Роза Люксембург Роза Люксембург родилась В 1870 году То есть ей было столько же лет Сколько и Ленина Однако она стала знаменитостью В международном рабочем движении Значительно раньше Ленина Произошло это Благодаря Ее блестящему аналитическому уму Глубине ее теоретического анализа Широте ее эрудиции А также благодаря беспощадности Бескомпромиссности Критике Любого отступления от марксизма Любого проявления ревизионизма Роза Люксембург Боялись Многие Многие Правые и центристские руководители Социал-демократы Германской социал-демократии Боялись ее острого языка Ее блистательного стиля Но в то же время ее Уважали и любили Сегодня Вероятно Любому покажется странным Что в конце прошлого века В начале 20 века Роза Люксембург Занимала в международном рабочем движении Гораздо более видное положение Чем Ленин Объективно говоря И отдавая должное Безусловно Гениальному политическому уму Ленину Ленина Такое положение было обоснованным Теоретические труды Розы Люксембург Были несравненно более ценными Чем работы Ленина Единственное В чем Ленин Превосходил Розу Это В организаторских способностях А как последствия выяснилось Это было Самым главным Сравнение Между Розой Люксембург И Ленином Является справедливым И в другом отношении Оба они С начала Девятисотых годов Представляли Крайне левое крыло Международной социал-демократии Оба они Яростно выступали Против ревизионизма Против идеи О мирном переходе в социализм За пролетарскую революцию Но Между подходом Розы Люксембург И Ленина К этим вопросам Существовала Глубочайшая пропасть Социал-демократия Того времени Во всем мире Была демократическим Движением И это относилось И к левому крылу Социал-демократии Ленин был единственным Исключением из этого И поэтому Огромную ценность Представляет собой Критика Розы Люксембург Идей И практики Ленина В качестве вождя Большевизма Кстати Роза Люксембург Очень хорошо Знала Россию Она родилась В русской Польше Ходила в русскую Гимназию Она одинаково Чувствовала себя дома В России В Польше И в Германии И поэтому Вскоре после того Как в 1903 году Произошел раскол Внутри Российской Социал-демократической Рабочей партии Розу Люксембург Попросили От имени Второго интернационала Разобраться В этом расколе И высказать Своё мнение Ей поручили это Именно потому Что Она имела Репутацию Крайне Левого представителя Социал-демократии И после изучения Работ Ленина Что делать Шаг вперед Два шага назад Роза Люксембург В 1904 году Опубликовала статью Содержавшую Уничтожающую критику Антидемократических Взглядов Ленина Указывавшую на то Что эти взгляды Представляют собой Величайшую опасность Для российского Рабочего движения Эта статья Впервые опубликована Под названием Организационные вопросы Русской социал-демократии А затем Многократно перепечатанная За рубежом Под названием Ленинизм или Марксизм Совершенно неизвестна Советскому читателю Она однако Содержит мысли Столь важные Столь основополагающие Что я хотел бы Зачитать Некоторые выдержки Из этой работы Розы Люксембург Написаны Как я указал В 1904 году Цитирую Текст Розы Люксембурга Тезис Ленина Сводится к тому Что центральный комитет Партии Должен иметь право Назначать Все местные комитеты Партии Он должен иметь право Назначать Руководящие органы Всех местных Партийных организаций От Женевы до Льежа От Томска до Иркутска Он также должен иметь право Навязывать Всем им Свои собственные Правила Партийной дисциплины Он должен иметь право Принимать Безапелляционные решения По таким вопросам Как распуск и воссоздание Местных организаций Партии Таким образом Центральный комитет Сумеет Определить В соответствии С собственными пожеланиями Состав высших Партийных органов А также и Самого съезда партии Центральный комитет Будет единственным Мыслящим элементом В партии Все остальные органы Партии Станут всего лишь Исполнительными Отростками Центрального комитета Таким образом Даже из этой краткой Выдержки видно Что Роза Люксембург Уже в четвертом году Поняла К чему ведет Ленинская теория Демократического централизма Она поняла Коренной дефект Этой теории И во многом Предсказала Дальнейшее развитие Партийной практики Появление этой статьи Роза Люксембург Явилось огромным Ударом для Ленина И явилось Одной из причин Того Что у Ленина Вплоть до самой войны Не было приверженцев Среди других Социал-демократических Партий Европы Ведь Роза Люксембург Была тогда Признанным лидером Левого крыла Началась война И на почве этого Произошло определенное Сближение Между Ленином И Розой Люксембург Оба выступали Против войны И против поддержки Войны Со стороны Социал-демократических Вождей Европейских стран Однако Подлинного Организационного Сближения Между ними Никогда не было Хотя Ленин И желал этого Роза Люксембург Соглашаясь С анализом Войны Произведенным Лениным Оставалась Глубоко Принципиальным Человеком Она оставалась Неприменимым Противником Бланкизма Который По ее мнению Было основным Содержанием Ленинизма Противником Идеи Захвата Власти Меньшинством Противником Демократического Централизма Поэтому Она не поддержала Ленина Ни во время Циммервальской Ни во время Кентальской Конференции В период войны И во время войны Происходила Полемика Между ними Хотя Эту полемику Ленин вел Весьма осторожно Он боялся Розы Он знал Ее Репутацию И он В конце концов Ни в коем случае Не мог Обвинить ее Ни в ревизионизме Ни в оппортунизме Ни в других Подобных грехах В 1915 году Роза Люксембург И Карл Липхенхт Основали в Германии Революционный Союз Спартак Вскоре после этого Ее посадили в тюрьму И именно в тюрьме Она услышала весть О большевистском Перевороте В России Весть эту Она приняла С энтузиазмом Она видела в этом Возможный выход Из войны Она видела в этом Начало Диктатуры Пролетариата Находясь в тюрьме Она естественно Почти ничего не знала О том Что действительно Происходит в России Получала лишь Самые отрывочные Сведения И несмотря на это Роза Люксембург В 1918 году Сумела осуществить Поистине Замечательный Интеллектуальный Подвиг Несмотря на свое Неприкрытое Сочувствие Революции Несмотря на Недостаток Сведений Она написала В тюрьме Статью Которая Быть может По сей день Остается Наиболее Глубокой Критикой Ленинской Революции А также Поразительным Предсказанием Того Во что Превратилась Эта революция Это была Конечно Не контрреволюционная Критика Это была Критика Марксистская Критика Слева Критика Настоящего Революционера Статью Эту долго Не печатали И после смерти Розы Люксембург Она Становится Все более И более Известной На западе Лишь в последние Годы И приходится Лишь поражаться Тому Как В этих Условиях В 1918 Году В тюрьме Роза Люксембург Сумела Предвидеть Трагедию Русской Революции Трагедию России Центральное Место В статье Роза Люксембург Русская Революция Занимает Глава 6 Под названием Проблема Диктатуры Хочу Привести Цитаты Из этой Главы Ибо Вся эта Работа Естественно Совершенно Неизвестна Советскому Читателю Цитирую Ленин Говорит Буржуазное Государство Является Орудием Угнетения Рабочего Класса Социалистическое Государство Орудие Угнетения Буржуазии До некоторой Степени Говорит Ленин Это всего лишь Буржуазное Государство Поставленное На голову Однако Этот Упрощенный Взгляд Упускает Из вида Самое Основное Буржуазное Классовое Господство Не требует Политического Воспитания И образования Всей массы Народа Сверх Определенных Пределов Но для Диктатуры Пролетариата Это Жизненная Стихия Это Сам Воздух Без Которого Диктатура Существовать Не может Гигантские Задачи Писала Роза Люксембург За разрешение Которых Большевики Взялись С таким Мужеством И решимостью Требуют Самого Интенсивного Политического Воспитания Масс И накопления Ими Опыта И далее Следует Ведь может Самое Знаменитое И самое Значительное Место Этой Статьи Свобода Пишет Роза Люксембург Только для Сторонников Правительства Только для Членов Одной Партии Как бы Они ни Были Многочисленны Вовсе Не свобода Свобода Всегда И неизменно Означает Свободу Для того Кто Мыслит Иначе И Роза Люксембург Пишет Далее В экономической И общественной Жизни Должна Участвовать Вся Масса Народа Иначе Социализм Будет Декретироваться Из-за Нескольких Канцелярских Столов Дюжины Интеллигентов Никто Не понимает Этого Лучше Не описывает Этого Ярче Не повторяет Этого Более Упрямо Чем сам Ленин Но он Полностью Ошибается В выборе Средств Декреты Диктаторская Власть Фабричного Надзирателя Драконовские Наказания Террор Все это Лишь Палеотивы Единственный Путь К возрождению Общественной Жизни Это школа Самой Общественной Жизни Самая Неограниченная Самая Широкая Демократия И общественное Мнение Именно Правление Путем Так же Неизбежно Станет Все более И более Убогой Без Всеобщих Выборов Без Неограниченной Свободы Печати И собраний Без Свободной Борьбы Мнений Жизнь Каждого Общественного Учреждения Вымирает Становится Жалким Подобием Жизни В которой Бюрократия Остается Единственным Активным Элементом Общественная Жизнь Постепенно Засыпает И несколько Десятков Партийных Вождей Обладающих Неиссякаемой Энергией И неограниченным Опытом Направляют И правят А на самом Деле Даже Среди Них Какой-нибудь Десяток Выдающихся Голов Руководит А верхушечная Группа Рабочего Класса Будет иногда Приглашаться На митинги Где они Будут аплодировать Речам Вождей И единогласно Одобрять Предложенные Резолюции Таким образом По сути дела Это клика Безусловно Диктатура Только не Диктатура Пролетариата А диктатура Горстки Политиков Мы можем Даже Пойти Дальше Заканчивает Роза Люксембург Такие Условия Неизбежно Приведут К ожесточению К огрублению Общественной Жизни К покушениям К расстрелам Заложников И так далее Все это Роза Люксембург Писала В 1918 Году В тюрьме В Германии Приходится Поражаться Тому Как она Сумела Предсказать То что Произойдет В советской России Сумела Предсказать Гораздо Лучше Самого Ленина Который Тогда Безусловно Этого Не понимал В ноябре 1918 Года В Германии Произошла Революция Роза Люксембург И Карл Липкнехт Были освобождены Из тюрьмы Было Образовано Правительство В составе Социал-демократии А также Так называемой Независимой Социал-демократической Партии Центристской Партии Люксембург И Липкнехт Стали вождями Революционной Социалистической Оппозиции Германия Бурлила Крах Германской Империи В войне Привел К тому Что многие Стали с надеждой Смотреть на Советскую Россию Например Октябрьской Революции В Союз Спартак Начался Поток Анархистских И крайне Левых Элементов На руководителей Производился Огромный Нажим Требуя Чтобы они Следовали Примеру Большевиков Липкнехт Поддавался Этому Нажиму Роза Люксембург Сопротивлялась Сколько Могла Она Объясняла Что путь Ленина Не тот Путь Которому Нужно Следовать В Германии Что Германская Революция Должна Идти Иным Путем Снова И снова Она Повторяла Спартаковцы Не должны Захватывать Власти Прежде чем Большинство Рабочего Класса Ясно Поймет О чем Идет речь И будет Следовать За нами Но Голос Ее Оставался Одиноким Несмотря На ее Сомнения 31 декабря 18 Года Была Основана Коммунистическая Партия Германия Но Даже При основании Партии Роза Люксембург Доказала Что она Совершенно Иначе Мыслит Роль Партии И характер Коммунистического Движения Чем это Мыслил Ленин Программа Партии Написанная Роза Люксембург Это ясно Показывала Цитирую Из этой Программы Сущность Социалистического Общества Заключается В том Что Огромная Трудящаяся Масса Перестает Быть Управляемой Массой И сама Живет И управляет Всей политической И экономической Жизнью В соответствии Собственной Свободной Осознанной Воли Паралитарская Революция Не требует Для своих целей Никакого террора Она Ненавидит И презирает Убийство Пролетарская Революция Не отчаянная Попытка Меньшинства Перекроить Мир В соответствии Со своими Идеалами А действия Огромной Многомиллионной Массы Народа Призванная Выполнить Историческую Миссию Превратить Историческую Необходимость В действительность Как видим Эта программа Коренным образом Отличалась От программы Ленина И большевиков И хотя Не открыто Но безусловно Роза Люксембург Здесь Вела полемику С Лениным Но она шла Дальше Она понимала Что Попытка Следовать Примеру Русской Революции Создаст Опасность Подчинения Всего Международного Рабочего Движения Ленинизму Поэтому Она относилась Чрезвычайно Отрицательно К предложению Ленина О создании Коммунистического Интернационала По ее мнению Коммунистический Интернационал Можно будет основать Только тогда Когда революция Победит В более развитой Стране Чем Россия Иначе Коминтерн Неизбежно Станет Придатком Террористической Большевистской Диктатуры Поэтому Роза Люксембург Дала строжайшие Инструкции Делегату Коммунистической Партии Германии Отправляемому На первый Конгресс Коминтерна Ни в коем Случай Не соглашаться На основании Коминтерна А предложить Отложить Это событие До более Благоприятного Времени И если бы Роза Люксембург Была бы жива Когда произошел Первый Конгресс Коминтерна То несомненно Что А ее Огромный Авторитет В международном Рабочем Движении Предотвратил бы Это событие Быть может Предотвратил бы Трагедию Русского Международного Рабочего Движения Предотвратил бы Превращение Марксизма В теоретическое Оправдание Русского Империализма Но этому Не суждено Было Случиться В начале Января 19-го Года В Берлине Начались Беспорядки Роза Люксембург Не удалось Удержать Руководство Компартии Германии От попытки Захватить Власть Начался Неподготовленный Путь Кстати Инспирированный Из Москвы Через Представителя Ленина В Германии Небезызвестного Карла Радека Путь Этот был Подавлен В течение Нескольких Дней Германские Военщины Сотни Рабочих Были убиты Карл Липкнифт И Роза Люксембург Скрылись В подполье И тут Отмечу Кстати Случилась Странная Вещь Вечером 15 января 19-го Года Один из Руководителей Германской Компартии Вильгельм Пик Был арестован И доставлен Офицерами В центр В штаб Контрреволюции В гостиницу Адлон В Берлине Через несколько часов Пик был выпущен И немедленно же Отряды офицеров Отправились По тем адресам Где скрывались Карл Липкнифт И Роза Люксембург Их схватили После жестоких пыток Убили В течение 50 лет Существуют Сильнейшие Подозрения Чтобы не сказать Больше Что именно Вильгельм Пик Выдал Карла Липкнифта И Роза Люксембург На растерзание По всей вероятности Поэтому Пик Стал вождем Германской Компартии Позднее Сталину Нужны были Скомпрометированные Люди И поэтому Вильгельм Пик Стал основателем Германской Демократической Республики То есть Русской колонии В Германии Но дело Конечно Не в пике И даже Не в Сталине Дело в том Что гибель Роса Люксембург Лишила Международного Коммунистического Движения Единственного Вождя Который Мог Противостоять Засилию Большевиков И авторитету Ленина Единственного Вождя Который Мог Противостоять Террористическим Методам Которые Все более И более Принимались На вооружение Советской России Быть может Это конечно Гадание Но если бы Это не произошло То не было бы В Германии Нацизма А в России Сталинизма Или нынешней Чудовищной Неосталинистской Диктатуры Именно поэтому Я думаю Что есть все основания Сказать Что Один из важнейших Роковых Поворотных Пунктов Истории 20-го столетия Произошел 50 лет Тому назад В ночь С 15 На 16 Января 1919 Года Когда в Берлине Были убиты Карл Липкнехт И Роза Люксембург Слушайте очередную передачу Из серии Крупным планом Иностранное слово Секс Почему-то считается В нашей стране Ну, не то чтобы Неприличным А каким-то Неблаговидным Между тем Оно означает Всего лишь пол Мужской пол Или женский Сексуальный Значит половой Вероятно, слово секс Не принято произносить В Советском Союзе Публично Потому же Почему не полагается Открыто высказываться С трибуны Со страниц печати По поводу Любых взаимоотношений Между полами Между мужчинами И женщинами Открытые высказывания По половым вопросам Очень редко Проскакивающие На странице Советской прессы Всегда вызывают Поток Лицемерно Негодующих Писем в редакции Мол, как вы смели Писать о таком Это непристойно Это разлагает Молодое поколение И так далее В том же духе Хотя авторы Подобных ханжевских писем Обычно пенсионеры Редакция пугается И начатый разговор Не находит продолжения А иногда следует И начальственный окрик Сверху Прекратить Результат тот же Так случилось, например С недавней статьей Ады Баскиной Не зверь и не ангел Опубликованной в конце Прошлого года В литературной газете Статья Исключительно робкая И туманная Все же вызвала Огромный интерес читателей Однако продолжать Разговор на затронутую Важнейшую тему Редакция не осмелилась В середине 20 века С его фантастическими достижениями В области биологии Это звучит просто дико Ведь Советский Союз Изнаселяют такие же люди Как все остальные страны мира Люди, то есть существа У которых половая сфера Играет главнейшую Определяющую роль Во всей жизни И в то время Как в большинстве стран Врачи и психологи Научились эффективно Помогать людям В решении их Многочисленных И иногда трудных Половых проблем У нас в стране Запрещено даже говорить О возможности такой помощи Статья в литературной газете Упоминает о существовании Одной крохотной лаборатории Сексологии на всю страну Причем автор статьи Предупреждает Что не следует пока Обращаться в эту лабораторию За помощью Ибо работающие там Два-три человека Не в состоянии Даже ответить на письма Между тем Проблемы секса Неурядицы в половой жизни Это нередко Вопросы жизни и смерти В блестящем Чехословацком фильме Иржи Менцеля Поезда под особым наблюдением В фильме, к сожалению Не показанном на советском экране Проходит история жизни юноши Который хотел покончить с собой Из-за того, что в решительный момент любви Оказался несостоятельным Как мужчина Этот юноша чуть не стал Жертвой собственного невежества По счастью, нашелся врач Который обследовал молодого человека Увидел, что тот вполне здоров Но страдает одним из легко Излечимых половых комплексов Кто знает, сколько молодых людей В нашей стране покончили Самоубийством Или ведут ужасающее Неполноценное существование Только из-за того, что им не к кому обратиться Половые проблемы Особенно в нашу эпоху Высокого нервного напряжения Встают как перед мужчинами Так и перед женщинами Нерешаемые никем со стороны Эти проблемы ведут К самым мрачным последствиям К разрушению молодых семей К болезням, пьянству К уродливому воспитанию детей В Советском Союзе В Советском Союзе наблюдается парадокс Один из многих парадоксов Странного образа жизни Навязанного лицемерным режимом В то время, как в частную жизнь людей Так называемая общественность Вторгается с полной бесцеремонностью Никто не заботится о помощи людям В половых вопросах И в этой важнейшей сфере жизни Молодежь, да и не только молодежь Предоставлена полностью сама себе Иной молодой человек У которого что-то неладно Во взаимоотношениях с женщинами Пожалуй, и обратился бы к врачу Но его удерживает от этого Вся моральная атмосфера в стране Атмосфера, насыщенная ханжеством Как же так я вдруг буду задавать доктору Такие вопросы? А ведь в сравнительно несложных случаях Каких большинство Даже участковый врач Может оказать помощь Но странное воспитание Получаемое молодежью Приводит к умолчанию О половых расстройствах И к дальнейшим тяжелым последствиям Еще один связанный с этим Бич советского общества Так называемое Половое самовоспитание подростков Запретный плод, как известно, сладок И вот уже в младших классах школ Дети просвещаются у своих товарищей Да так иногда просвещаются Что потом всю жизнь Остаются половыми уродами Над этим самовоспитанием Нет никакого контроля Со стороны родителей Или школьных учителей Как же можно, дескать, говорить На этакие темы с детьми А в тех нечастых случаях Когда мальчик или девочка Задают вопросы родителям Учителям, кстати, сказать Вопросов почти не задают Ответы бывают убийственны Рано тебе еще на такие темы разговаривать Или вырастешь, узнаешь А пока твое дело учиться Как же сложилась в нашей стране Такая атмосфера молчания Вокруг всего связанного с сексом Она сложилась постепенно Ведь в первые годы после установления советской власти О половых вопросах как раз говорили много и охотно Высказывались подчас даже самые крайние точки зрения Вроде всеобщей свободной любви И тому подобных перспектив Однако затем, с приходом Сталинщины Любые человеческие проявления Стали все более и более подавляться Так называемый настоящий советский человек Преподносился как пресловутый винтик Призванный и обязанный лишь работать И черпать в работе все свое жизненное удовлетворение И хотя неизменно говорились официальные фразы О крепости советской семьи Любовь даже в литературе Изображалась все более и более бесполой А нормальная, естественная для каждого человека Половая сфера делалась все более и более запретной Жестокий закон середины 30-х годов О запрещении абортов Изданный при отсутствии эффективных противозачаточных средств Погубил десятки тысяч жизней Но об этом, о подпольных абортах О самоабортах Об отравлении всякими дикими средствами Было просто-напросто запрещено упоминать Более того, советская пропаганда Старательно соорудила миф О какой-то связи секса С враждебным западным образом жизни Дескать, там на западе разврат, а у нас нравственность Так на секс было наложено самое страшное в советских условиях Политическое клеймо Оно не снято до сих пор Пожалуй, наоборот Надвигающаяся новая сталинщина Сулит еще более ханжеский пуританизм В образовании, в пропаганде, в медицине То есть в тех ключевых областях От которых зависит помощь людям в половых проблемах Иностранцы, посещающие нашу страну Без конца удивляются одному обстоятельству Молодые люди не целуются на улицах, в троллейбусах, в вагонах метро Некоторые даже относят такое поведение За счет холодного русского темперамента Но вы-то знаете, насколько это далеко от истины Просто целоваться публично у нас не принято Можно получить замечание от какого-нибудь ретивого блюстителя нравственности И молодые люди, которым так же хочется целоваться Как всем молодым людям мира Прячутся в подъездах, подворотнях, в темных аллеях парков Они немедленно убегают или отскакивают друг от друга Если появятся посторонние Словно делают что-то непозволительное, нехорошее Между тем, что может быть естественнее и радостнее Поцелуя молодых влюбленных? Но иностранцы не замечают, что вместе с поцелуями Ушла в своеобразное подполье, стала достоянием темных углов Вся сексуальная жизнь поколения И за пристойным внешним воздержанием Скрывается довольно часто самый отталкивающий разврат Беременные школьницы, постоянные супружеские измены Попойки с моментально возникающими половыми связями Настоящие оргии за плотными занавесами богатых квартир И высокими заборами дач Вот какой предстает сексуальная жизнь в нашей стране Для тех, кто эту жизнь знает Убедительное свидетельство половой распущенности Низкой морали общества Огромное количество одиноких матерей в нашей стране В процентном отношении Их в Советском Союзе больше, чем где-либо в мире Мы далеки от мыслей обвинять в чем-либо советских женщин Они ведь тоже не получили должного полового воспитания Самыми простыми мерами Количество одиноких матерей могло быть сильно сокращено Однако об этом решительно никто не заботится В одной из передач серии «Крупным планом» мы уже отмечали, что рост численности одиноких матерей ведет не к увеличению, а к сокращению общей рождаемости Дело в том, что мать-одиночка почти никогда не рожает вторично А для воспроизводства населения, не говоря уже о приросте Необходимо, чтобы каждая женщина рождала больше двух детей В среднем, разумеется Половая сфера человека тесно переплетена со сферой психологической Если человек подавлен служебными, жилищными или денежными обстоятельствами Если он находится в состоянии вечного нервного напряжения Или неумеренно пьет Или ведет нерегулярный и беспорядочный образ жизни Это обязательно отражается на его или ее половой активности На супружеской жизни А половая неудовлетворенность, пусть даже и неосознанная Расстраивает и остальные стороны жизни личности Но об этой важнейшей жизненной связи в Советском Союзе никто даже не заикается Ведь так называемый психоанализ В огромной степени помогающий именно в половых вопросах Давно объявлен в нашей стране порождением буржуазной идеологии И чуть ли не идеологической диверсией Здесь очень уместно вспомнить, что и кибернетика И до самых недавних пор подлинная биологическая наука Тоже клеймились невежественными пропагандистами как буржуазные выдумки Так что в конце концов придется правящим бюрократам из ЦК Разрешить и сексологию Но кто знает, сколько пройдет до этого времени И сколько еще человеческих жизней будет изувечено В угоду глупейшим идеологическим предрассудкам Надо еще иметь в виду, что снятие запрета с науки сексологии Открытое обсуждение половых проблем И даже открытие каких-нибудь консультационных пунктов Отнюдь не решит проблему Чтобы оздоровить взаимоотношения полов в нашей стране Нужно проделать поистине гигантскую работу Первым делом надо бы ввести половое воспитание в школах Снять с секса репутацию запретного плода Начать издавать доступную иллюстрированную, да-да, иллюстрированную литературу Надо, преодолев накопившиеся тяжелые предрассудки Показать, насколько важен секс в любви Насколько нелепо отрывать любовь от секса Между тем, нынешняя система воспитания в Советском Союзе Рождает у людей диковинное представление Будто любовь сама по себе Она есть нечто чистое, сильное и святое А секс сам по себе, и он неприличен Но, пожалуй, главное, что следовало бы сделать Это дать людям свободу высказываться по сексуальным вопросам В публичных диспутах и на страницах печати Это, конечно, лишь краткий, далеко не полный перечень Самых неотложных мер С помощью которых можно было бы нормализовать взаимоотношения полов В нашей стране и хоть немного укрепить семью Но, вероятно, слушая этот перечень Вы уже подумали Да разве кто-нибудь у нас это разрешит? К сожалению, вы правы Советские правители вообще крайне неохотно Идут на какие-либо нововведения Тем более на какие-либо послабления Кроме того, сами они люди пожилые И вопросы секса волнуют их меньше всего А те из них, кто испытывает половую потребность вне брака Могут легко ее удовлетворять Как вы знаете, наиболее безобразный разврат в нашей стране Отмечается как раз на самых верхах Вспомните хотя бы пресловутого Лаврентия Берия И сотни жертв этого сексуального маньяка Так что вряд ли можно ожидать скорого решения Трудных половых проблем у нас в стране Где немедленно запрещают к показу даже западный фильм Если герои в нем сняты в постели И в редакции газета журналов Будут по-прежнему идти душераздирающие письма От юношей и девушек Не понимающих, что такое происходит с их любовью И по-прежнему будут редакции отделываться незначащими ответами Не публикуя самих писем По-прежнему будет процветать ханжество и лицемерие в литературе О светлой, чистой и бесполой любви А проституция, развал семьи и так называемый пьяный секс Будут идти своим чередом Прикрытые розовым пропагандистским елеем Советской морали и коммунистической нравственности Простите за пессимизм Но других перспектив в этой сложной области жизни У нас в стране пока не видно Вы слушали передачу «Секс» из серии «Крупным планом» Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok